Канал Финансовая Жемчужина приветствует вас! И главное – изменить ваше будущее. Возможно, самое важное – знать как. Об этом сегодня я и расскажу. У Уоррен Баффет платит меньше налогов, чем его секретарь. Почему? У Уоррен – предприниматель. Секретарь – обычный работник. Следующая депрессия будет прекрасной для предпринимателей, а не для работников. Измените ваших учителей, измените ваше будущее. В это Роберт решил и углубиться в одном из своих видео, где писатель, как всегда, делится своими мыслями о происходящем в мире. Прежде всего, по словам бизнесмена, его книга, которая описывает квадрант денежного потока, по мнению многих читателей, это книга, которая изменила их жизни, потому что она показывает разницу между работающими по найму, лицами, работающими сами на себя, владельцами крупного бизнеса и инвесторами. Роберт говорит, вы можете быть работающим по найму и в то же время быть инвестором. Сам писатель относит себя ко всем четырем квадрантам. Он работник в компании Rich Dad, пишет книги, то есть является лицом, который работает саму на себя, а также он владелец бизнеса и, конечно же, инвестор. Но проблема простых работников и самозанятых в том, что их финансовые советники и планировщики советуют делать долгосрочные инвестиции и хорошо диверсифицировать портфель акций, облигаций, паевых инвестиционных фондов и ETF. Но Роберт Киасаки уверяет вас, Уоррен Баффет таким точно не занимается. Для начала писатель советует всем прочитать книгу его бухгалтера Тома Уилрейта «Как не платить налоги». И это, подмечает миллионер, подойдет абсолютно любому человеку в любой точке мира. Работники платят 40% налогов. Лица, которые работают сами на себя, платят 60% налогов. Как видите, если человек решает стать самозанятым и не работать на кого-то, происходит следующее – он начинает платить еще больше налогов. Большой бизнес – это Джефф Безос, Тим Кук и остальные платят 20% налогов. Но если вы желаете добиться того, чтобы не платить налоги, нужно становиться внутренним инвестором. Роберт говорит, что люди, которые вкладывают деньги в акции, паевые инвестиционные фонды и так далее, а это люди с левой части квадранта, они являются внешними инвесторами. Но если вы действительно хотите платить 0% налогов, как сказал Роберт, нужно становиться внутренним инвестором. Вы можете быть на левой части квадранта, а затем вам посчастливится построить большую компанию из 500 сотрудников и больше, и вы сможете перейти в правую часть квадранта. Но каждый из нас может попасть на часть квадранта И, где не платятся налоги. Киосаки говорит, что не желает инвестировать в акции, паевые фонды и так далее. Он хочет и покупает недвижимость. Когда вы это делаете, вы становитесь приватным инвестором, вы становитесь инсайдером, то есть вы находитесь внутри сделки. Вот в чем и разница, говорит писатель. Но вы должны понимать, что недвижимость – это более рискованная инвестиция, нежели акции, облигации, взаимные фонды и ETF. Но к таким вещам не притрагивается Роберт Киосаки, и он более чем уверен, что этого не делает и Уоррен Баффет. Напротив же, на примере помощника Баффета, который находится в квадранте работника, а она, скорее всего, как и все остальные лузеры, по мнению Роберта, лучше при себе будет иметь какие-то акции, облигации и так далее. Вы можете быть самозанятым человеком и также владеть паевыми инвестиционными фондами и прочей чепухой, говорит писатель. Но такие люди – аутсайдеры. Поэтому, делая итог вышесказанного, Роберт говорит, что если у вас есть желание попасть в квадрант инвестора, вам нужно заняться действительно настоящим инвестированием, например, покупкой недвижимости. Для этого Киосаки советуют обратить внимание на книгу Кенна МакЭлрея – азбука инвестирования недвижимости. Писатель является одним из советчиков самого Роберта. Вместе они закрыли большое количество сделок. В период сильнейшего кризиса 2008-2009 годов вместе они заняли миллионы долларов, чтобы приобрести недвижимость. А как вы, возможно, помните, для миллионера кризис – это самое потрясающее время. Время возможностей. Время, когда можно заработать. Роберт и Кен использовали долг и не платили налогов. Вот чему учат сам Киосаки и его компания Rich Dad. Ценность книги «Азбука инвестирования в недвижимость» в том, что она помогает читателю определиться с собственной стратегией инвестирования в недвижимые объекты. О кризисе, кстати, мы поговорили в одном из роликов на канале. Там Роберт Киосаки делает умопомрачительный прогноз насчет судьбы доллара США и как это повлияет на мировую экономику. Кто останется в плюсе и какая ждет судьба Соединенные Штаты Америки? На эти и другие вопросы есть ответ именно там. Ссылку оставляю в описании. А в одном из своих последних сообщений в Твиттере писатель заявил «Экономика умирает. ФРС некомпетентна. Дальше вливание триллионов долларов в пенсии. Надежда исчезает. Купил больше золота, серебра и биткоина. Цена золота – 1700 долларов. Прогноз на год – 3000. Серебро стоит – 17 долларов. Прогноз на 5 лет – 40 долларов. Текущий курс биткоина – 9800. Прогноз на 3 года – 75 тысяч долларов. Молитесь о лучшем, готовьтесь к худшему». Прогноз бизнесмена достаточно утешительный для всех тех, кто сейчас пойдет и начнет покупать золото, серебро и биткоин. В связи с этим вопрос к вам, дорогие зрители. Во-первых, как вы относитесь к мнению самого Роберта? И считаете ли вы такой прогноз реальным? Оставляйте комментарий под видео. Давайте пообщаемся. Киосаки объясняет. Существует три вида доходов. Первый – это трудовой доход, то есть вы работаете за деньги. Следующий вид – это доход от портфеля ценных бумаг. Это доход, когда люди считают себя настоящими инвесторами, покупая акции, облигации и тому подобное. Находятся в квадранте самозанятых и при этом оплачивают самые высокие налоги. Третий вид дохода – это пассивный доход. Вот зачем постоянно охотится Роберт Киосаки. Причина этой охоты проста – налогоблажение равно нулю. Поэтому, если вы хотите оказаться на стороне богатства, тогда вам нужно начать охоту как раз за третьим видом дохода. Миллионер рекомендует к прочтению книгу от его бухгалтера Тома Уиллрейта «Богатство без налогов». По словам Роберта, эта книга имеет решающее значение для любого, кто серьезно настроен стать на правую сторону квадранта. Вы можете сидеть в левой части квадранта и говорить, что это несправедливо, что с вами поступают жестоко. Но Роберт уверен, что это можно изменить. Главное – понимать, как это сделать. А ответ прост – инвестировать правильно и не платить налоги. Но если вы хотите оставаться неудачником, говорит бизнесмен, тогда будьте на левой стороне квадранта. Богатый папа писателя всегда говорил, что нужно сохранить дневную работу и начать бизнес на полставки. Вот как можно выиграть в этом реальном мире. И, конечно же, Киосаки не забыл напомнить, что для предпринимателей из правой части квадранта надвигающаяся депрессия будет потрясающим временем. Но важно различать разницу между малыми предпринимателями и большим бизнесом. Ребята из части квадранта самозанятых лиц остаются малыми, открывая пиццерию или кофейню. Но проблема в том, что их мозг остается малым, а сами люди неизобретательны. Вся проблема кроется в образовании. По мнению Роберта, когда человек добился уже какого-то минимального успеха в виде одной-двух кофеен, он останавливается. Он считает, что уже добился нужного результата и дальше ему некуда идти. Но момент, когда нужно принять решение, только начинается. Нужно решиться перейти от левой части квадранта к правой. Вся проблема заключается в том, что люди не хотят или боятся расширения своего мышления. А расширение мышления – это то, насколько большим вы видите мир. Возможности не ограничены только в том случае, если вы действительно понимаете это и готовы к новым вызовам. Когда ваш мозг настроен таким образом, что он готов идти дальше, кроме того, чтобы быть работником или самозанятым человеком. И, конечно же, не стоит слушать ваших учителей в школе. Когда мы выходим оттуда, или наши дети будут выходить оттуда, они будут настроены на то, чтобы стать работником, возможно, самозанятым лицом. Из-за отсутствия должного образования люди просто не понимают, что мир и его возможности намного шире, чем кажутся. И это то, над чем стоит работать каждому из нас. Необходимо изучать новые возможности, узнавать новую информацию в интернете, читать правильные книги и получать то, чего мы, возможно, не получили в школах на уроках. Для этого и существует в том числе мой канал. Мы все можем становиться образованнее и умнее, что впоследствии приведет к успеху. Самое время нажать на кнопку подписки на канал и включить уведомления, чтобы быть в курсе о том, что будет происходить с финансами дальше и как быть, чтобы не остаться ни с чем. Если ролик оказался полезным и интересным, и, что самое главное, помог вам понять еще немного больше о том, как оказаться на стороне богатства, тогда ставьте лайк. Так я понимаю, что делаю все не зря. Благодарю за просмотр. Это канал «Финансовая жемчужина». Подписывайся. Думай. Богатей. Богатей.